Всем привет! Ну что ж, мы находимся буквально в шаге от того, чтобы завершить наше прохождение У нас остается маленький, совсем короткий мир 1.4 В конце которого нас ждет босс Это не последний босс в игре, но его можно считать финальным Потому что это самый, наверное, свирепый босс во всей игре Или один из самых свирепых Тут уж, наверное, каждому свое Его по свирепости я бы сравнил с такими боссами, как Флейм Люркер и Мэн Итер Он похож на этих боссов Он будет быстрым и таким Суровым, суровым он будет Но не будем забегать вперед Давайте посмотрим, что у нас сейчас тут происходит Мы движемся к замку короля Тут площадь с тушкой мертвого дракона и лучниками Но на самом деле самое интересное ждет нас впереди А именно сразу три черных фантома И это не просто фантомы Это гуманоиды, игроки, люди В общем, как будто бы люди Да, как будто бы, точнее, игроки Один просто мечник, один лучник и один тяжелый-тяжелый-тяжелый мечник Или копьеносец, по-моему Да, по-моему, копьеносец со щитом Таким тяжелым щитом В общем, разношерстная компашка Встречаться сразу со всеми тремя Я бы не рекомендовал никому Как бы вы круто себя не чувствовали Но троем они смертельно опасны Ну, то есть, троем они, скорее всего Не оставят вам никаких шансов На победу Поэтому лучше их выманивать А по одному они вполне себе Не могу сказать, что я сейчас красиво их всех положу Но положу, а это главное Покладу Покладу в сырую землю Ну вот, минус один Тут же за них дают много Пенетрейтинг сворд С этого выпал Хороший меч Это вот тот меч, с которым бегал Босс, пенетратор Которого мы только-только завалили Эта локация, она такая Она, несмотря на то, что она очень короткая У нее есть Несколько таких моментов Когда можно Помереть Легко помереть Ну, конечно же Первый момент, наверное, это Вот именно вот эти три фантома Видите Лучница, она такая И катан и может Конечности пообрубать Но что Приятно с этими фантомами Если в один раз их убьете Второй раз они уже не появятся Ну, с другой стороны С них душ столько Что может быть И жаль, что не появятся Может быть, можно было бы здесь Фарму строить Но Честно говоря Не так быстро они убиваются Тут есть места, где души побыстрее будут капать Но вот с этим, да У меня вообще проблема с копьеносцами И с теми, у кого палки длинные Так я и не научился с ними драться Постоянно Совершая одну и ту же глупую ошибку Я пытаюсь зайти к ним С ним спереди То есть проблема всех, кто носит Копья Алибарды Подобного рода орудия Это Незащищенность спины То есть эти ребята Очень здорово могут спамить перед собой Но Стоит зайти к ним Сбоку У них практически не остается никаких вариантов Потому что Ну если хорошо У алибардиста, допустим Есть вариант Махнуть алибардой вокруг себя Но у остальных Далеко не у всех Есть какие-то Ответные Такие приемы на Подобные маневры А уж если ты со щитом И тяжелым щитом Ну в общем-то Самое глупое, что можно делать Это заходить спереди А я вот Расслабился Расслабился Совсем Некрасиво Но с другой стороны Это первый раз Когда я убил этих фантомов Вообще Честном Один на один Поединке Потому что До этого Когда я играл Я всегда Всегда убивал их Из лука Издалека Просто закидывал стрелы Ничего Ну может быть добивал Если они подбегают Потом уже Совсем ранены Так что Для первого раза Будем считать Что нормально Все-таки Берсерк челлендж Он называется Челлендж не просто так Как я уже В первой серии Рассказывал Для меня Такой стиль игры В соусах Ну На момент Начинания Челленджа Челлендж затянулся Уже Два года Ему скоро Исполнится На момент Начинания Он был для меня Совсем Совсем Тяжел Ну вы можете Пересмотреть Первую серию И видеть Как там Как странно Я помирал На самых Слабых Противниках Сейчас уже Конечно Мне такой стиль Игры Стал более-менее Знаком Прошло время Я Тренировался Плюс Да Демон соус Ой Прошу прощения Дарк соус Третий Вышел В который я Залип Достаточно Серьезно И Как-то Сам того Не ожидая Выбрал Подсознательно Стиль Такой же Примерно Как вот В Берсерк челлендж То есть Двуручное оружие Без щитов Без магии Практически Ну То есть Тренировался Не могу сказать Что я научился играть Но Что-то Что-то у меня Теперь хотя бы Получается Ну или хотя бы Наверное Страх пропал Потому что Лично для себя Я понял что В соус Образные игры Сложно играть Когда ты боишься Сделать какую-то Ошибку Боишься врага Потому что Он может Убить тебя С одного-двух ударов И поэтому Ты Ну Тупишь перед ним Совершаешь Какие-то нелепые действия Когда нужно Просто смело Ломануться на него И он Окажется Беззащитен Но Вместо этого Ты можешь Там не знаю Бегать Вокруг него И наоборот Падать по самые Жестокие Атаки В общем Да Такая вот Такая вот Ситуёвина Тут у нас Несколько ящерок Одна была Прям на площади Мы её уже пропустили Даже не заметили Вторая вот здесь Сюда Обходите Осторожно Здесь ходит Красноглазый рыцарь Со щитом Плюс Да Наверху Ещё Арбалетчики А если Чуть поднимитесь То ещё и шпион Так что Рыцаря Лучше выманить Ну Его Конечно Можно и не убивать Его можно И Оббежать Но Из него Обычно Сыпятся Хорошие аптечки Либо белые Это не Умун Либо Самые крутые Жёлтые Которые Где-то по 70 80% Жизнь Останавливают Так что Если он вам По зубам Без каких-то Больших усилий Ну на нём Можно Так Подсобирать Аптечек К боссу Да Здесь шпион Падает Так что Тисним Осторожны Помним Это уровень 1.4 Здесь уже Враги Достаточно Высоких Уровней Могут Очень быстро Жизни Поснимать Видите Он даже Даже Из обычного Шпиона Уже валится Нью Мунграсс Так что Есть Есть где Пофармить Аптечки Если Вы лишились Всех магазинов Здесь у нас Рыцарь Без щита Поэтому С ним Немножко Проще Если не Попадать Под его Удары Они у него Сильные Потому что Он тоже С дуручным Оружием Помним Об этом Ну и всё Путь наверх Свободен Наверху Будет весело Вверху У нас ждёт Угадайте Кто Собрат Красного Дракона Помните Мы В самом Начале Видели Двух Драконов Красного И синего Красный Летал На первом Втором Уровне А вот На последнем Четвёртом Нас ждёт Уже Синий И тут На стене Стоят Чинуши Некоторых Он может Спалить Некоторых Не может Если они Не двинутся К нам Навстречу Можно конечно Попытаться Их выманить В принципе Здесь Самая правильная Тактика Будет просто Ломануться По стене Не бояться Огня Вот он Сжигает И вслед за огнём Бежать Вас даже Не заденет На самом деле Главное Не пытаться Собирать Собирать Всякие Ништяки Пока Дракон Сидит Вот здесь А если Вы Лучник Ну У вас С собой Есть 300-400 Стрел Вы можете Попытаться Его убить Забегая Вперёд Сразу скажу Что убить Вы здесь Его не Сможете Потому что Потому что Как только У него останется По моему 20% Или около Того Жизни Он улетит Но Вы можете Его Отсюда Прогнать По крайней Мере С другой стороны Если вы будете Помирать То он Снова Сюда Вернётся Поэтому В принципе Его имеет Смысл Закидывать Стрелами В данной Точке Только если Вы Добьёте Его В последующем А иначе Вы Все стрелы Зря потратите За главное Время Тут Достаточно Долго Всё Я Зацикал Надел Колечко Защиты От Огня Но Честно Вам Скажу Можно Это Даже Не Делать Если Вы Маг И У вас Мало Жизни К примеру Не потому что Мага Должно Мало Жизни А просто Потому что Мало Жизни И вы Знаете Какие-то Заклинания Вы Можете Например Скастовать На себя Заклинания Защиты От Огня Тоже Достаточно Круто Защищает Снимает Много Огненного Дамага Здесь Тоже Кстати Ящерка Была Мы Её Сейчас Не Заметили Потому что Она Убежала Гораздо Раньше Но Здесь Можно Убить Ящерку Да Ну Ну И Если Мы Подойдём К Дракону Поближе Он Переместится В другую Точку И Сейчас Вот Можно Вернуться Собрать Все Ништяки Что Лежали На стене В данном Случа Он Не Будет Возвращаться Быть может Он Ещё Не Будет Возвращаться Если Жив Бьёр Там Сейчас На Лестнице Стоит Бьёр И Пытается Как-то Драться С Драконом Ну Это Жалкое Зрелище Но Он По крайней Мере Отвлекает На себя Внимание Если же Бьёра Нету Очень Может Быть Что Именно Это Заставляет Дракона Вернуться Вперёд Но Я Честно Говоря Как-то Не Проводил Аналогии Я Обычно Бьёра Всегда Сохранял До Этого Момента В принципе Убивать Бьёра Как бы Особого Смысла Нету Только Если Вы Не Уполняете Квест Мефистофеля Но Об этом Следующая Серия Да Забегая Вперёд Скажу Что Я Решил Уделить Внимание Всем Сторонним Квестом В этой игре И показать Практически Весь Контент Что Дракон Здесь Сидит На стене Причём Очень Плохо Сидит То есть Если Стрелять Отсюда Дамаг Отстрел Будет Очень Низкий Поэтому Придётся Добежать До входа Под огнём Ну а Стрелять Ото входа Очень и Очень Неудобно Поэтому Ну если Вы решили Убить Этого Синего Дракона Что Будет Непросто Ну Сложность Будет Заключаться В основном В том Что Надо Просто Запастись Терпением Потому что Это очень Нудно В общем то В этом вся Сложность Именно В том Что Очень Долго И нудно И только Если у вас Есть лук Потому что Магии Здесь По моему Можно Пытаться В него Попасть Но как-то Она Все Время Прицел Срывается Здесь Сидит Астрала Ну На этом Закончился Квест Астрай Он Помер То есть Мы его спасали Три раза Для того Что в конце Он сам Помер И он Нам дал Ключ от Мавзолея Который Находится На локации 1.1 И он Сказал Что там Находятся Те самые Два Легендарных Меча Демон Бранд И Сол Бранд А здесь Кстати После смерти Астраи Появляется Черный Фантом Астраи Как я Уже Пытался Рассуждать Когда мы Проходили Пятый мир Я не Не очень Понимаю Главную Идею Которая Таится За этими Черными Фантомами Ну В рамках Мультиплеера Это все Понятно То есть Вторгаются Игроки Там все Ясно Синий Игро Хороший Красный Плохой Как бы Но вот Здесь Именно Сами Неписи Когда они Становятся Красными Что это Значит Тем более Тот же Астраи Он вроде Как положительный Герой Был до Самого Конца И Помер И стал Плохим Фантом Вот Не очень Мне эти Аналогии Ясны Но Мне кажется Сам Миядзаки Тоже Не до конца Понимал Что он Пытался Сказать Всем этим Вот У нас Есть Ключ От Мавзолея Мы Туда Обязательно Сходим Но Попозже Сейчас У меня Есть 70 Тысяч Душ И Вместо Того Чтобы Пойти В Нексус И прокачать Хотя бы Два Уровня Я решил Что Надо Попробовать Подраться С Королем Я Никогда С ним Не дрался Мели Поэтому Это Мой Первый Бой Когда Я пытался Одолеть Его Именно Мечом Без Магии Без Стрел Без Отравлений Без Всего В общем Да Тут даже Непонятно Что Из колец Выбрать Ну Сейчас Посмотрите На Этого Босса И чем Все Это Закончится Тем Кто Не хочет Его Бить В Рукопашку Есть Варианты Как Его Убить Без Единой Потери Жизни Если Вы Надеваете Кольцо Вора Вы Можете Стоять В самом Начале Уровня Пускать В него Стрелы Этим Вы Можете Снять Какое То Количество Жизни У него Потом Он пойдет Поближе И там Вот Уже Будет Сложно Продолжать В таком же Назывался Чумное Облако Какое Что Такое В общем Болезнь То Что Насылает Вы Можете Заморить Этого Босса Просто Вот Этими Заклинаниями Да Рано или Поздно Умрет Ну так Минут Пятнадцать Наверное Он будет Умирать У него Если не Ошибаюсь Четыре Тысячи Жизней Достаточно Много А и Защита От яда Хоть И Маленькая Но она Есть Поэтому Не так Быстро От него Умирает Ну в общем Да Но с другой Стороны Возможно Его убить Так чтобы Он вас Даже ни разу Не ударил То есть Я так Проходил Его На Нью гейм Плюс 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 Потому что Мне совсем Не хотелось Там Связываться В рукопашку Как бы Да В общем В демоне Есть Разные Варианты Как можно Пройти Разные Сложные Места И вот этим Эта игра И прекрасна Что Допустим Такого безобразия Как вот В Дарк Соусе Когда Тебя кидают К первому демону С мечом И ты либо убьешь Его мечом Либо Ты не пройдешь Дальше Здесь нет Здесь всегда есть Варианты Практически Ни единого Босса Который Именно Как-то Форсировал Б тебя Убивать Именно Так или Иначе А не Иначе Ну кроме Может быть Таких Таких Опциональных Разряда Архибоссов Как летающий Или Король Драконов Там Да Там По скрипту Надо все Действовать Все Оно Всегда Есть Опция Это Прекрасно Знакомьтесь Я бы сказал Что Это Последний Босс Потому что Все Что Будет После него Будет Не очень Серьезно На самом деле А вот Этот Чувак По сложности Достоин Того Чтобы Называться Последним Боссом Старый Король Оланд У него У него много Достаточно Ударов Приемов Он И пускает И волны И летится Через Всю Зал Залу Залу К вам Может Действовать Пускать Огромные Волны На Ударные Волны На Всю Залу Он Даже Может Высосать У вас Уровень Понизить Вам Уровень У него Есть Такие Заклинания То есть Где-то У него 5-6 Где-то 5 Ударов Разных Ну И да Их Неплохо Бы запомнить На самом деле Пригодится Потому что Есть Те Которые Совсем Никак Не рекомендуется Находиться Близко Рядом С ним Когда он Это Делает А есть Те Которые Ну И Бьет Он Достаточно Ну Так Сурово Видите Где-то Он У нас По 300 По 400 Жизни Снимает Хорошо Если У вас При этом Есть Много Аптечек Которые Полностью Восстанавливают Жизнь Хотя Бы Эти Нью Мун Видите Даже Мое Сильное Оружие Не Сносит У него Так Много Жизни Это Я Зря Сделал Вообще К нему Спиной Лучше Не Поворачиваться Потому что Вот так Вот Будет Ну И Собственно Я Охренел От Такого Поворота Как Я Просрал 70 Тысяч Душ Поэтому Я Решил Немножечко Подготовиться К нему И Пошел К Кузнецу Качать Наш Драгонбон Смэшер Драгонбон Смэшер Это Особое Оружие Поэтому Оно Качается За счет Colorless Demon's Souls Те самые души Которые Можно Выбивать Либо из Prime Evil Демонов Либо Из Либо Находить По сюжету По квестам Я Допустим Две души Выменял На золотую Маску И на Талисман Бога У Ворона Локации 4.1 Там Есть Дерево С гнездом Вот Я Оставлял Ему Меня Одну Мы Нашли В локации 1.1 Поэтому Сейчас У нас Меч Прокачан До Плюс Три То есть Это Плюс 60 Атаки Добавила Ему Может Сейчас До этого Показывал Предыдущий Стало Чуть Лучше Ну так Неплохо На самом Деле Вот То есть Улучшили Немножечко Меч Кстати Меч Это Можно Прокачать По активам До Плюс Пяти Так Что Нам Нужны Еще Две Души И Я Решил Что Раз Конец Игры Надо Все Души Что У Нас Есть Потратить На Не знаю На Виталити Поэтому Я съел все души Получил 500 тысяч Их Ну все Твердые души И души боссов Да У меня в итоге вышло 500 тысяч Обычных душ И я Все Это Вложил Виталити Подняв Виталити По-моему До Пятидесяти Ну в итоге До пятидесяти Да Это Нам Дало Изначальных Тысяча Пятьсот Здоровья Но я Делал Это Не просто Так Не потому Что Мне нужно было так много Чтобы забить этого босса Нет Я решил Что Раз уж Меня убили И у меня есть время Подготовиться То неплохо бы подготовиться Заодно Показав дополнительный контент А так как дополнительный контент Будет менять тенденции мира И тенденции персонажа В темную сторону А любое изменение И тенденции персонажа И тенденции мира Влечет за собой И уменьшение жизни И уменьшение По моему Урона И увеличение Урона По тебе Поэтому я решил Что Мне очень пригодится Если у меня Жизни будет побольше К этому времени Потому что Все вот эти вот штрафы Что наложатся на меня В итоге Компенсируют В итоге я компенсирую Эти штрафы Новыми уровнями И у меня будет Столько же Жизни Как если бы Я Эти тенденции Не менял Ну как-то так Я Наверное Выражаюсь Достаточно Не ясно Но Я Чуть позже Объясню Что я Имею ввиду И Что я хочу Сделать Когда буду Показывать Сейчас же Мы пойдем В мавзолей Если Смотрели Первые серии Я говорил Про Что здесь Стоит Достаточно Опасный Рыцарь Красноглазый С копьем То есть Когда вы только Начинаете игру Саваться к нему Я не рекомендую Он скорее всего Убьет вас В 1-2 удара А удары Наносит быстро И Жизни у него Много Но вот Теперь К нему Можно Спокойно Исходить Да Легендарные Мечи Забавное Оружие Кто-то Его очень Любит Кто-то Считает Его Ультимативным Кстати Здесь Потрясающий Заглядение Открываем Мавзолей И там Мы встречаем 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 Еще одного Старого Короля Что-то Я уже запутался Сколько здесь Старых Королей Он не будет На вас Нападать Пока что Но обратите Внимание Как мало Я у него Сношу То есть У меня Достаточно Сильное Оружие Которое В среднем Снимает Улю Обычных Мобов По 400 И больше Жизни И у него Я Сношу Где-то 60 70 30 Домога У него Жизни По-моему Варьируется От 2 До 200 То есть Вроде бы Немного Немного Если бы я Мог наносить Обычный Домог Но У него Такая Зверская Защита Что В принципе Мой Домог Можно сказать Делится На 10 Что Сейчас Происходит Он Не будет Сейчас Атаковать Он Просит Испытать Показать Свою Силу То есть Мы Просто Должны Снять У него Определённое Количество Жизни Он В ответ Ничего Нам делать Не будет И это Определённый Шанс Для тех Кто Не Не Может Выдержать С ним Поединок Здесь Сделать Какой-нибудь Грязный Трюк Пишу Чуть Позже Но Мы Собираемся Биться С ним В честном Поединке Ну что ж Да То То Был Старый Кинг Старый Король Алан А этот Старый Король Даран И Всё Мы Доказали Свою Силу И мы Получаем Демон Бранд Меч И он По-прежнему Нас Не Атакует Чем Мы Можем Воспользоваться Чтобы Нанести Ему Ещё Дамага После Того Как Мы Нанесём Ему Какое-то Определённое Количество Ранений Он Решит Что Теперь Можно С нами Как бы И по-другому Поговорить Что мы Сами Напросились Я вот Хочу Ещё раз Обратить Внимание На то Какая-то Сволочь Вообще Бронированная Потому Что Ну На самом Деле Он Один Из Самых Опасных Врагов В игре Видите Он В принципе Снимает У нас Где-то 500 Чем-то Жизней То есть Он Может Убить Нас В два Удара И Один Раз Он Всегда Лечит Один Раз Он Всегда Полностью Устанавливает Жизнь Спасает То Что У него Очень Мало Трюков Загашники Так Сказать Всё Что Он Может Делать Это Выпад Из Трёх Ударов Побежать На Вас Либо Стать В Блок Есть Разные Тактики Как Его Мочить Я Когда Я играл Другим Персонажем Разумеется Не хотел С ним Связываться В Рукопашку У меня Там Дамаг Был И близко Не такой Большой Как У этого Меча По-моему Раза в Три Меньше То есть У меня Этот бой Занял Б гораздо Больше Времени И Я Этого Короля Убивал Опять Таки Отравленным Облаком Но Должен Скать Что У этого Способа Есть Один Большой Недостаток Вам Нужно Как Минимум Минут Двадцать Тридцать Свободного Времени Чтоб Расправиться С ним Таким Образом Потому Что Да Во-первых Он Хотя Один Раз Вылечит А во-вторых Это Очень Реально Яд У него Так На него Медленно Действует То есть По сути Это Очень Очень Уныло Но Если Вы Хотите Его Забить Любой Ценой А Из него Выпадет Хороший Отличный Комплект Брони То есть Есть За что Побороться То Можете Попробовать Терпением Запасайтесь Я Специально Покажу Этот Бой Целиком А не Начало И Конец Для того Чтоб Понять Насколько Мерзкий Этот Противник А Пока Я Так Избиваю Расскажу Наверное Немножко О мечах Демон Бранд И Сол Бранд Эти Эти Мечи Напрямую Связаны Связаны С тенденцией Вашего Персонажа Демон Бранд Получает Очень Сильный Бонус К дамагу Если Вы Абсолютно Темный Персонаж Сол Бранд Наоборот Получает Бонус К дамагу Если Вы Абсолютно Светлый Персонаж У нас Сейчас Есть Демон Бранд Сол Бранд Мы Получим В самом Конце Игры Воспользоваться Сол Бранд Можно Только В новой Игре Но Что Самое Интересное Эти Два Меча Можно Отнести Кузнецу И Выковать Из них Один Единый Меч Норс Регали И вот Он Тоже Считается По моему Один Из Самых Крутых Мечей В Игре Но Я Честно Говоря Как-то Не оценил Дамаг У него Не то Чтобы Супер Большой То есть Допустим У нашего Драгонболм Смешера Побольше Будет Выглядит Он Как-то Не очень Красиво Пользоваться Им Не знаю Наверное Может быть Пвп На каких-то Баттлах Или При каких-то Особых Условиях От него Больше Толку Но Я как-то Не оценил Но В общем Такой Вот Такой Вот Меч Точнее Мечи Можно Сделать Один Самый Самый Крутой Меч Ну Считается На самом Деле Он Да Он Действительно Крутой Можете Попробовать Для себя Если Будете Играть Я думаю Что Оно Того Стоит Что Попробовать Так Вот По поводу Свирепости Этого Дарана Он Да Он Очень Леп Тем Что Вот Он Очень Бронирован Есть Я видел Варианты Прохождения Вот Когда он На вас Не нападает Снять Себе оружие И бить Его кулаками При этом Бить его кулаками Так Чтобы он Двигался В сторону Выхода И Допинать Допинать Кулаками До Самой Башни А Там Сбросить С лестницы Вниз Где он И помрет Это Можно Сделать Не Сняв У него При этом Критическую Массу Чтобы он Казал Что Вы Прошли Челлендж Такие Способы Я видел В интернете Очень Смешно Забавно Не знаю Как то Жестко Жестко Ну Если у вас Нету Ядовитого Облака Я даже Не знаю Что вам Делать Ну Можно Конечно Стрелять Него Убегать Возвращаться Час Где-то С ним Убиться Долго Утонить Самое Конечно Поганое То Что Он Может Убить Вас В два Удара Даже При Таком Большом Количестве ХП Есть Еще Один Персонаж Который Может То же Самое Это Черный Фантом Сацки Потом С ним Повстречаемся Он Тоже Убивает Вас В два Удара Но Он В отличие От этого Дорана Еще И Очень 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 Быстрый А вот Сейчас Видите У меня Осталось Чуть Чуть Здоровья Совсем Чуть Я Допустил Большую Ошибку Я Расслабился То есть Первый Мой Заход К нему Я Посчитал Слишком Слабым И Был Наказан Знаете Как обидно И после Этого У меня Все пошло Не так Я умер На нем Семь раз Да Как бы смешно Это не звучало Вот пожалуйста Все мои фейлы Я показываю Я даже Глазам своим Не поверил Меня ни один Босс Не вызвал Ни один Противник Не вызвал Столько Сложностей Сука Я вот По глупости Просто по глупости Неосторожности С этим Дараном Настрадался Поэтому Я показываю Здесь все это Только ради Этого Редкостная Падла Ну Таки В конце Я его Одолел Так что Сами смотрите Он как бы Персонаж положительный Убийство его Сдвинет Тенденцию мира На минус Два По-моему В темную сторону Но зато вы получите Офигительную броню И крутое кольцо Которое помогает Восстанавливать Стамину Броня Кстати Не только прочная Но еще и очень легкая То есть Я вот Смог ходить Почти допустим Весь сет Ну или хотя бы Половину запросто Не очень легкая Но достаточно На самом деле Поэтому да Броня крутая Хотя выглядит Немножко странно Что ж В следующей серии Я вам покажу Дополнительный контент Мы пройдемся По черным тенденциям Миров И покажу вам Квест Мефистофеля Это план На следующую серию А Через одну Будет концовка Так что Оставайтесь Ждите Мы практически Закончили Спасибо что смотрите На сегодня все Пока Пока